В коридорах обычно очень много балок и выступов. Часто такое бывает. Сегодня мы будем клеить обои вот на такую балку. И обратите внимание, что ее нужно будет заклеить по кругу. Вот сюда у нас идет заворот. И отрезали полосу по длине, отрезали полосу по ширине. И начинаем клеить. А делать это примерно вот так. То есть здесь выставляем ее так, чтобы у нас здесь закрывал угол. Примерно вот так. Тут у нас гвозди. Будут висеть часы. Убирать мы его не будем. Мы просто вот так проткнем и оставим его. Шпатель мне нужен. Расправляем. Потом затем вот в этом месте мы вот так обрезаем. И заворачиваем. Понятно, что угол мы будем разглаживать, чтобы у нас вот здесь не образовалась опустопа. Что мы делаем вот с этой стороны? Вот здесь мы оставляем запас, будем прорезать. С этой стороны мы тоже будем прорезать. Поэтому мы сделаем вот так. Примерно вот с таким запасом. Мы отрезаем вот сюда. И вот эта часть у нас заворачивается и идет дальше. Вот здесь мы разглаживаем. Натягиваем, чтобы угол красиво получался. Вот в этом месте ищем завершение, тут окончание угла. Ставим, вот так вот подрезаем. И оставшаяся часть у нас заворачивается дальше на угол. Туда вернемся немного позже и покажу, что мы будем делать дальше там. Смотрите, вот эту часть мы заклеили. Здесь хорошо разровняли. И теперь идем вот сюда. Здесь уже расправляем, чтобы угол у нас красиво получился. Излишек, естественно, отрезаем, который на этой стене. И затем, после этого только мы приступаем к тому, чтобы заклеивать саму балку. Вот этот заворот также покажу, как будем обклеивать и прорезать с двух сторон. Мы подошли к данному выступу, где нужно прорезать. И теперь мы будем делать вот так. Находим нам рисунок, состыковываем. Паузу поставь, Саша. Теперь берем. Вот здесь мы подрезаем. Заворачиваем. Сразу лишнее будем срезать. В этих местах мы подрежем, чтобы ничего нам не мешало, когда будем делать прорез вот в данном месте. И теперь смотрите, от чего зависит то, какой мы делаем прорез. Прямой, или может быть он волнистый, зигзагообразный. Например, смотрим на текстуру. Учитываем именно это. Я буду делать прорез, и буду его делать не совсем прямым. Буду немножко повторять рисунок. И выглядеть это у нас будет вот так, чтобы прорез на видном месте был незаметен. Видите, соединили. Соединили. И прорез не видно. Затем мы после этого будем продолжать дальше отклеивать нашу балку. И покажу, как здесь будет делаться прорез. Вот так вот красиво. С одной стороны у нас уже получилось. Дальше. Здесь у нас идет балка. И обои мы будем заворачивать полностью. Саш, покажи вот здесь вот. То есть вот здесь мы завернем и туда ее выведем. И теперь, мои дорогие золотые, давайте, чтобы вы потом не писали вине тысячу комментариев. Видите, какая структура обоев? Видите? Это не цветы. И это не какой-то там рисунок, который явно нужно собирать, понимаете? Вот. Смотрите. Мы берем и ставим. А для тех, кто пишет, ведь она туда перевернется. И будет вверх ногами, и будет что-то у вас там отсинять, не знаю. Смотрите. Это маленький промежуток коридорчик. Это слепая зона называется. Там у вас нету освещения яркого. Вы тут не сидите, чай не пьете, на диване не сидите. Вот так не разматривайте, что у вас там что-то перевернулось, что-то отсиняет. В принципе, такие вот балки, как правило, отклеиваются именно в коридорах. И то, что там перевернулось, если рисунок цветы, да, они могут перевернуться, или там вентиля, это будет видно. Но наша структура обоев позволяет нам так сделать. Поэтому мы начинаем клеить вот так. Ставим. Здесь у нас есть достаточно хороший запас. Сдвинем. Поставили. С этой стороны мы сейчас выставим уровень, чтобы у нас здесь полоса была ровная и дальше продолжалась. И начнем заворачивать. И дальше уже покажем, как это будет у нас в процессе. Так, смотрите, вот здесь мы расправили, вверх подрезали. Думаю, это вам не нужно показывать. Тут у нас по уровню выставлено, чтобы потом последующая у нас на перекос не ушла. И теперь мы начинаем вот здесь вот так вот заворачивать. Вот это вот место мы приглаживаем. Сейчас Саша перейдет на ту сторону и будет помогать в ней поддерживать. Так. Здесь мы, смотрите, вот так расправили. Сделали вот так. Вот тут у нас, который запас, мы его сейчас подрежем. Делается это вот так. Подрезали. Вишня убрали. Завернули туда. И сейчас я перейду и покажу уже, как с этой стороны буду делать. Так, тут мне кисточка нужна. Теперь, Саша, пойдем сюда, на эту сторону. Вот здесь у нас запас, который завернулся сюда, мы начинаем вот здесь подрезать. Здесь мы подрезали. Саша, пока паузу нажми, чтобы время нам сэкономить. Вот у нас мы прорезаем. Убираем то, что лишнее у нас. Все, эта сторона, можно сказать, у нас готова. Сейчас перейдем на ту сторону и покажу, как там будем прорезать стык. И теперь у нас заключительная часть. То есть здесь мы стык сделали и начинаем тут прорезать. Здесь буду делать то же самое. То есть я не буду делать его прямым. Немножко буду допускать, что у меня будет волна. Вот так это будет выглядеть. Для того, чтобы не было видно у нас... Так, сейчас уберем стыка нашего. Вот так. Шпатиль мне надо для того, чтобы подтянуть стык. Так, теперь стык начинаем наш подтягивать. И вот так вот он у нас смотрится. Все. Можно сказать, у нас выступ этот готов. И теперь можно со стороны отойти и показать, как это все выглядит у нас. Вот, видите? То есть вот эта часть готова. Здесь мы все обклеили по кругу. Все замечательно держится. С этой стороны тоже у нас все красиво. Часы вернем на место. Они будут вот тут встречать и провожать хозяев квартиры. Поехали. Продолжение следует...